Всем привет, с вами TheRed. Сегодня мы поговорим о программе Cinema 4D Studio, а именно как текстурировать персонажа из Minecraft на примере Стива. Все ссылки на скачивание вы найдете в описании. Первое, что нам нужно сделать, это открыть заготовку. Заготовка состоит у нас из кубов. Которая потом послужит для анимации самого персонажа. Это будет у нас как бы сама конструкция Стива. Вот он у нас. Нам нужно наложить текстуру. Как это сделать, сейчас мы об этом поговорим. Для начала нам нужно ее создать. Выдерем ее из клиента самого Minecraft. Значит, заходим в Minecraft, где он у вас установлен. По умолчанию, думаю, вы знаете. Ваш пользователь. Updata.roaming.minecraft То есть, все как всегда. Как обычно, открываем архиватором. Далее, здесь мы идем в папку Mop и находим файл Chair. Это текстура Стива. Разархивируем ее. Это можно закрыть. Теперь открываем Photoshop. Для меня он более удобен. И вам советую его скачать. Открываем наш файл. Вот он. Как видим, изображение маленькое. Причем очень. Чтобы его увеличить, идем в изображение. Размер изображения. Видим, здесь стоит 64 на 32 пикселя. Ставим здесь 384. И тут автоматически ставится 192. Это оптимальный размер. Здесь обязательно выставляем по соседним пикселам. Если мы этого не сделаем, то все изображение будет просто размыто. Вот, пожалуйста. Теперь сохраняем в JPG. Назовем, например, текстура. Теперь можно Photoshop закрыть. Вот она у нас текстура. Теперь идем снова в синему. Создаем новый материал. Заходим в него. Убираем глянец, так как он будет плохо смотреться. Убираем текстуру нашу. Зажимаем да. И здесь выбираем без. Чтобы все это смотрелось четче. Теперь выделяем все части и переносим текстуру. Как видим, текстура перенеслась, мягко говоря, криво. Чтобы это исправить, мы идем и нажимаем вот на это окошко. и BPVedit. Так. Теперь выбираем полигональное выделение и жмем вот сюда. Следующий, следующий конец. Закрыть. Так. Здесь мы видим, что текстура поменялась. Но все же нам нужно ее корректировать. Как мы это сделаем? Мы берем, уделяем голову и направляем вот это окошко туда, куда нам нужно. Как видим, это окошко не совпадает с размерами текстуры. Чтобы это исправить, нажимаем правой кнопкой свободное масштабирование. И уже масштабируем как нам надо. Ну, то есть примерно вот так. И остальное все точно так же. Смотрим, что у нас выделена голова и тыкаем на полигон. И так с остальным. Так же точно левая рука. Убираем полигон. Перемещаем. Значит, вот она рука. Руки, вернее, обе руки одинаковые. То есть, это передняя часть, то есть, это и это. а вот эта текстура, она будет внутри. Точнее, внутри и сзади. То есть, это будет здесь, а крайнее будет внутри. Ну, то есть, вот здесь получается. Так же мы поступаем со всем остальным. И что у нас в итоге получается, сейчас я вам покажу. Это мы закрываем. Получается у нас в итоге примерно вот так. Вот у нас получился готовый Стив. В следующем уроке мы поговорим о том, как же заанимировать этого персонажа. то есть, как заставить двигаться и вообще, чтобы он был пластичен, а не был просто каким-то картонным. В общем-то все. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами был TheRed. Всем пока. Пока.